Сегодня я расскажу о нашей новинке о тетради номер 6 для детей от 4 до 5 лет учимся считать это продолжение тетради номер 3 принципе все те же задачи что и в тетради номер 3 вы увидите здесь и количество и счет и величину и направление движения работа по точкам задачи будут те же самые но соответственно сложнее для детей от 4 до 5 лет так поехали давайте подавать технических характеристик как обычно значит тетрадь формата а4 все также у нас на пружине также у нас толстые заламинированные листы на которых можно выполнять задание с помощью маркера а потом сухим или влажным способом все это дело стирать листов у нас здесь точнее страниц давайте страницах 33 33 на каждой странице вы найдете по три задания соответственно 33 умножаем на 396 заданий нас ждет в этой тетради о чем сообщает это вот цифра на лицевой стороне так погнали открываем как всегда есть вступление прочитайте не ленитесь может быть что-то интересное новое для себя узнаете давайте вступление если в тетради номер три по теме количество нас ожидали такие понятия как один много и нет ни одного то здесь мы расширяем наше понятие мы будем крутиться в пределах пяти от одного до пяти и будем понимать как произошло то или иное число путем прибавления еще одного или уменьшение на один у нас получается на один больше на леден меньше вот здесь так и будем крутиться то есть было два апельсина возьми еще один сколько у тебя получилось 33 больше чем два насколько на один в общем крутимся в разделе количество от одного до пяти и доносим до ребенка информацию что один меньше чем 2 на один эта тетрадь и вас научит таким понятием как больше меньше или равно как правильно этот знак написать в каких случаях он в эту сторону поворачиваться каких в эту сторону в общем вот добавляется в отличие от 30 добавляться вот такие вот понятия также здесь встретите геометрические фигуры как обычно геометрические тела размер длинный короткий высокий низкий что там у нас еще тонкий толстый будем менять уже с вами цвет будем менять размер ну давайте теперь вот постраничные посмотрим маркер в комплекте все как обычно вступление прочитали может быть что-то новенькое для себя нашли и поехали можно как всегда сложить чтобы сконцентрироваться на этом задании и сюда не отвлекаться вот пожалуйста белки голодные орехи хотят каждый белки дай один орех и такое вот понятие ребенка прививаем что по одному потом будет по два по три раздай по два предмет по три сейчас у нас по одному правильную цифру нам нужно написать неправильно нам нужно зачеркнуть и лишние орехи тоже зачеркнуть графические задания вы встретите почти на каждой странице пусть ребенок по точкам по клеткам выполняет задание здесь все найди то что по одному поймай в круг остальное все зачеркни вот пожалуйста на одном столе на стоит одна тарелка и на другом одна тарелка стоит их поровну или нет до их поровну по одному опять цифру 1 написали в предыдущей тетради номер 3 мы уже с вами научились писать цифры поэтому здесь я думаю уже будет легче это ребенку выполнять поставили знак равно здесь вводим такое понятие равно 1 равен одному 2 равно 2 и так далее вот пожалуйста на выставку приехала одна машина и одна машина лишним и зачеркиваем пишем 1 равно одному здесь понятие на величину найди самую высокую также на найди саму узкую самую низкую самую широкую выполнить задание вот с величиной все постепенно сначала вокруг одного крутимся потом видите мы дай учим ребенка тому что был один перец папа или мама принесли еще один перец и у нас теперь два перца вот у нас получается 1 плюс 1 равно 2 потихонечку считать учимся найди все предметы предмет которых по 2 поймай в круг остальное все зачеркни опять графическое на здесь задание листаем дальше вот пожалуйста вводим вот понятие вот этого клювика как мы детям говорим больше или меньше у кого-то с крокодилом эти ассоциации свой цепасть открыл в ту или иную сторону у кого-то с клювиками я вот поставил петуха сам элементарно накормим его зернышками говорим что он голодный да сколько одну семечку им дадим или много да конечно петух голодный он поворачивает сторону где много открывает клюв и видите вот этот вот знак больше ребенка думаю вот из этих картинок будет понятно завтра его накормим кукурузой он повернется в эту сторону либо в эту сторону вот потом петуха отпускаем остается у нас один знак мы его порисовали потренировались можно дома помочь ребенку взять два карандаша вот эти два карандаша не даже два карандаша ну пожалуйста я нашла я нашла esme нашла 2 фломастера вот наши вот что нашла вот вы допустим здесь мы положили много кубиков один кубик положили да и вот вот показывают ребенку занятий который у меня пропустила вот эти вот понятие больше меньше равно например precisали вот это равно а вот сейчас Сейчас клювик открывается в сторону, где больше. Потом переложили туда кубиков больше. Мы как откроем клюв? Так или вот так? Вот оно, вот это понятие, вот это шевеление. И ребенку уже будет понятно, где больше, где меньше. И поехали дальше. Вот все, теперь у нас будет этот клювик все время присутствовать. Где ягод больше, там или там. Поставь правильный клювик, напиши правильную цифру. Положи в каждую тарелку только по одному фрукту, или там, допустим, по два фрукта. Вот, вводятся такие понятия, как пара, пара глаз, пара рук. На нашем теле тоже много пар можно найти. Пара – это два предмета. Помоги Деду Морозу собрать игрушки, все по пару в мешки разложить. Здесь мы встречаем такие геометрические фигуры. Найди одинаковые. И причем не только по цвету, но еще и по размеру. Специально вот вставила две звезды разного размера. Одна большая, другая маленькая. Нет, пара не эта, не маленькая, а именно большая. Чтобы у нас и по размеру, и по цвету, и по форме было все-все-все по всем признакам. Предметы одинаковые. Встречаем здесь овал, цилиндр. Ищем похожие предметы. Опять у нас графические задания пройти по клеткам. Там было по одной клетке, здесь по две клетки. Здесь нужно сгруппировать, вот в этом задании нужно сгруппировать предметы. Либо по форме все в мешок собрать, либо по цвету. Сегодня, пожалуйста, по цвету. Вот все зеленое в мешок собрали. Завтра только по форме все круги нашли. Завтра по размеру все большое, пожалуйста, вычленьте. То есть мы уже учим детей систематизировать, вычленять, отсчитывать те или иные предметы. Не только считать, но еще отсчитывать. Может, здесь посчитать их. На геометрические фигуры из чего состоят те или иные картинки. Найди, пожалуйста. Раскрашивайте, пожалуйста. Штрихуйте это. Стирайте. Вот откуда у нас взялось количество три. Было два цветка. Папа принес еще один. Теперь в вазе у нас стоит три цветка. Поиграйте с игрушками. Вот вы показали. На игрушках, пожалуйста, на машинках поиграйте. Сделайте то же самое. Вот к тебе приехали две машины. Что нужно нам сделать, чтобы их было три? Пусть ребенок догадается, что нужно подвезти еще одну. Сколько машин у тебя получилось? Их всего три. Найди три предмета. Напиши цифру три. Три равно трем. Такие будут однотипные задания. То есть сначала все вокруг единицы крутилось. Потом вокруг количество двух. Потом вокруг трех. Дальше у нас получается количество четыре. Там вот дальше будет. Здесь что нас ждет? Видите, здесь нам нужно уже подумать ребенку и исправить ошибку художника. Что не так? Должно быть только три цветка. Соответственно, три божьи коровки. Берете фломастер. Здесь у нас идет метод наложения. Ну, наложение, конечно, картинки не получится. Это вы можете на столе делать в игрушках. Метод наложения вы определяете поровну предметов или нет. Вот разложили три треугольника. Можно даже их не считать. Прям положили на треугольник. Квадрат, квадрат и квадрат. Поровну их, да, поровну. А потом уже посчитать поскольку. Здесь будем соединять. Божью коровку на цветок. Божью коровку на цветок. Божью коровку на цветок. Да, отсчитали этот лишний. Этот лишний зачеркнули. Три равно трём. Здесь ставим клювик. Кого больше? Зайцев или овец? Опять графическое задание поехало. Вот здесь, вот здесь задание на внимание. На зрительное внимание в восприятии формы и цвета. Ну, скорее всего, наверное, цвета. Вот нужно найти вот такой вот светофор. Разглядывайте с ребёнком, что это похоже на светофор. Внизу у нас жёлтый, зелёный, простите. Дальше жёлтый, ещё выше красный. Всё как в жизни. Вот где же у нас среди этого всего светофор? Ну и ищем вот от красного. Красный, красный, красный находим. Вот красный, дальше идёт жёлтый и синий. Подходит нам? Не подходит. Нам нужен красный, жёлтый, зелёный. Поищите вот в заданной таблице нужный вот этот светофор. Закрасьте это всё и напишите количество. Сколько таких светофоров вы нашли. Здесь вот новые задания вводятся в той третьей тетради. Таких заданий не было. Мы здесь с вами будем менять размер. Сначала меняем по одному признаку. Здесь меняем размер. Был маленький, стал большой. Форма остаётся та же. Был большой круг, стал, соответственно, какой? Маленький. Ром был большой, станет маленький. Сначала один признак меняем, а потом дальше будем менять два признака и три одновременно. Вот пошло у нас количество четыре, пожалуйста. Вокруг четырёх всё поиграем. Сделаю одинаково. Отсчитаю, что лишнее. Так, здесь ребят в кирпичный дом, в деревянный посели. Опять же, вот как наподобие светофора, только здесь уже на восприятии не цвета, а формы. Надейте такие же бусы заданной формы. Надейте самое высокое дерево, самое низкое. Какие задания нужно выполнить. Быстро-медленно, пожалуйста, тоже математические понятия. Все, кто быстро движется, медленно. Продолжить рисунок. Большое, маленькое. На верхнюю полку, на нижнюю. Количество пять появилось. Всё вокруг пяти. Пяти обыгрываем, отсчитываем, всё лишнее зачеркиваем. Цифры пишем. Так, опять пять. Инструменты. Опять похожее задание. Из чего состоят. Найди самое длинное, найди самое короткое, найди самое узкое, широкое. Дальше на логику идут несколько заданий. Будет у вас на логику. Например, нужно найти все инструменты. Только не музыкальные, допустим, и не садовые. Какие найдём? Потому что в предыдущих тетрадях мы с вами проходили, что инструменты бывают трёх типов. Музыкальные, садовые и строительные. Вот, пожалуйста, вычленяем. Нам не нужны садовые, нам, допустим, не нужны музыкальные. Какие же мы найдём? Правильно, строительные. Всё лишнее зачеркнули, в кружок поймали ток строительный и подсчитали, сколько их, и записали конечный результат. Тут считаем, клювики ставим, графические задания. Оп, простите. Так, всех мишек на верхнюю полку, всех машин на нижнюю полку. Сложная фигура для выговаривания ребёнку. Когда в детском саду мы играем в крупный строительный материал с детьми, мы эту фигуру называем просто кирпичик. Можно называть, пожалуйста, это призмой. Как хотите, хотите кирпичик, хотите призма. Ну и сравним его с прямоугольником, с плоским. Это уже объёмная фигура, это плоская. Здесь нужно найти, допустим, все треугольники или круги и записать их количество. Так, всё, что находится далеко или близко, тоже к математическим понятиям. Найти древко у флагов с тонким основанием, с толстым. Записать количество выше, ниже. Видите, у нас понятия идут. Самые высоких наверх, поставь матрёшку. Самых низких вниз. Тут посчитать, сколько воробьёв, сколько шаров. Ну, похоже, немного задание, но они всё идут от простого сложного. Всё сложнее, 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 сложнее. Что у нас тут? Сделай поровну. Или на один больше здесь уже. Вот кубиков должно быть на один больше. Что забыл сделать продавец? Да, подсчитываем, опять всё соединяем. Не хватает одного кубика, рисуем. Здесь такие понятия, как под, над, справа, слева. Про них мы тоже не забываем. Вот. Четвёртый лишний. Довольно-таки сложно. Посидите с детьми, подумайте. Не стало лёгко ставить задание. Подумайте. Ну, затрудняйтесь. Вот, пожалуйста, здесь замкнутая линия. Не замкнутая, не замкнутая, не замкнутая. Что лишнее? Будете ребёнку подсказывать. Горизонтальные полосы вертикальные. Подсчитывайте углы. Сколько кончиков? Пятиконечные, пятиконечные, пятиконечные. А эти пятиконечные? Нет. Эти дружат. Фигуры эти тоже дружат. Эти дружат. А эти дружат? Нет, они разъехались. Весь транспорт. Саше нужен транспорт. Ни воздушный и ни водный. Какой? Наземный остаётся. Ищем весь наземный, лишнее всё зачёркиваем. Меняем уже два признака. Форму или величину. Посложнее. Здесь знакомимся с этажностью. Дети все путают. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. Хотя, казалось бы, катаются каждый день на лифте. Но вызывают затруднения. Вот, пожалуйста, вам задание на эту тему. Кто на первом этаже живёт, кто на втором этаже. И поставить соответствующую цифру. Продолжить рисунок. Нужна вся одежда. Нет, нужны все вещи. Только не обувь и не головные уборы. Остаётся у нас одежда. Тоже на такое логическое вычленение нужного заданного, заданной темы. Так. Всё, что справа, всё, что слева. Сделано один больше, на один меньше. Узкий, широкий. Пожалуйста, здесь меняем два признака. Что у нас ещё есть с вами? Шары. Нам нужны только не синие, не красные. А какие? Поищем. Всё, что похоже на конус, пожалуйста. Здесь есть предметы, похожие на треугольник и на конус. На треугольник нам не нужны, мы зачёркиваем. На конус забираем, подсчитываем и записываем, сколько их. И последнее задание. Где больше, где меньше найти. Высокое, низкое, длинное, широкое, узкое. Тоже всё. Записать, подсчитать. И всё. Всё, это у нас последнее задание. Их здесь, напомню, 96. Да, не сложные, необычные. Старалась, конечно, сделать необычно, чтобы было не похоже на кого-либо, на какого-либо другого автора. Вот, в общем-то, из каких заданий состоит математика для детей 4-5 лет, постаралась рассказать вам поподробнее. Если будут какие-то вопросы, пишите, спрашивайте, разберём то или иное задание вместе.